Восемь лет, пока будет длиться траур, в этот дом электру не будет доступа. Считайте, что окна и двери кирпичами заложены. Так было в доме моего отца и в доме моего деда. Так будет и у нас. А пока готовьте себе три данные. Это очередной подарок. И нам очень приятно, что этот спектакль у нас идет на малой сцене, на нашей экспериментальной, на территории эксперимента. Это второй спектакль. Первая вся жизнь впереди уже пользуется зрителям успехом. И это вот второй спектакль, надеемся, также будет пользоваться успехом, как и на прошлый спектакль. Пьеса «Будинок Бернарди Альби» надихала и надихает на творчість сотни режисерів по всему світу. Кожен бачить эту историю по-разному. Кожен ставит перед глядачем свои вопросы. Наш спектакль будет очень отличаться даже количеством действующих лиц. Безусловно, любой театр, когда берется, он берет свою определенную тему. И мы берем то, что нас волнует непосредственно сегодня. Но я думаю, это вы видите на спектакле, посмотрев конкретно. Самое главное, что меня волнует здесь, это взаимоотношения матери с ее детьми в нашем современном жестоком мире. Как воспитать приличных детей? Как? Сколько вас злости, сердце крови унимается. Но я еще не древняя старуха, я сумею вас всех обуздать. В этом доме построена моим отцом. Пока что я хозяйка, и вы будете у меня. Тише воды, ниже травы, чтобы ни одна живая душа не узнала мою несчастье. У спектаклі «Будинок Бернарди Альби» грають найкращі актриси харківського дюзу. П'ять дочок Бернарди Альби – п'ять важких характерів, які талановито розкрили Віолета Яковлєва, Юлія Єрмакова, Дар'я Ямпольська, Олена Романова та Анна Дровліненко. А пусть он хоть сто лет живет со мной, естественно, чтобы он обнимал меня, потому что тебе это нож острым сердцем, потому что ты тоже любишь его, любишь? Да, скажу безутайкина. У меня разрывается грудь, как переспевший громад. Я люблю его, Мартирик. Я не виновата, не обнимай меня, Аннелла. Ты мне больше не родная. Теперь уже поздно. Одною из нас придется смириться. Пэ-пэ римлянин мой. Он вводит меня в круши. Я старалась, я пыталась найти эту стойкость, эту уверенность в себе и хватку на то, что Аделла пойдет на все ради своей любви. Вот это нужно. Я пыталась найти это зерно. Любовь горю в огне. Мала сцена, на який йде цей спектакль, дає глядачеві особливе відчуття присутності. Він ніби сам перебуває серед декорацій і теж є героем постановки. До того ж, так близко біля глядача неможливо грати фальшиво. Ми дуже багато репетували, дуже багато ловили цей звук, тому що дуже сильно відбувається. Навіть пробували, щоб хтось смотрював і говорив з'язкання. В різних точках сиділи наші прекрасні з'язкому. І вони подсказували, що робити, як робити. Тому що для нас, в принципі, у нас мала сцена відкрілася буквально недавно, і для нас це нове. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! А тут я можу висказатися від себе по-взрослому. І доповнительні удовольстві від цього отримаєш. От того, що не треба робити скидку, що маленькі діти, якось, да, цензура якась собі не дозволяє чого-то. Тобто тут можна, звісно, більше свободи, це зрозуміло. Будинок Бернарди Альби – це вже друга доросла прем'єра нового театрального сезону у Харківському театрі для дітей та юнацтва. Традиція дорослий четвер у Харківському тюзі глядачам подобається. Я вражена акторською грою, я вражена тем, як оформлена сцена. Ці чорно-білі тони, вони якось підкреслюють дуже добре цю тематику. Це кипіння пристрасти, і мене дуже вразила музика, яка грала. Тобто все було дуже органічно, і як за п'ять хвилин просто на одному дихані. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ